Всем привет! С вами Екатерина Юсупова, руководитель детской студии мультипликации аниматика. Сегодня, как вам и обещала, расскажу, какие необходимы форматы для создания фонов технологии стоп-кадровой анимации. Но для начала вспомню, что это за технология и какое оборудование нам необходимо, и вам сразу станет понятно, в каком формате будут созданы наши будущие фоны. Итак, размещенные на фоне герои фиксируются кадром, после чего их положение изменяется и вновь фиксируются. И чтобы создать свой будущий пластилиновый мультфильм по этой технологии, нам понадобится штатив с фотоаппаратом. Посмотрите, как это выглядит. И как вы уже поняли, для фонов нам понадобится формат бумаги А3. А если такого дома нет, то можете взять и А4. И так как фотокамера будет располагаться для съемки сверху вниз, тем самым ваш будущий мультик будет создаваться на плоскости. А непосредственно, как будут создаваться фоны и декорации, у нас будут отдельные видео занятия, когда мы дойдем до этого этапа. И сейчас самое время рассказать, какие же этапы необходимы для создания вашего будущего мультфильма. Первое. Написание сценария. А как его писать, мы уже разобрали на одном из прошлых видео занятий. Второе. Раскадровка вашего мультфильма. Что это и как она создается, вы также уже знаете. Далее переходим к созданию ваших героев. Потом создаем фоны и необходимые декорации. Дальше процесс съемки, озвучивание ваших персонажей и в конце монтаж мультфильма. И в следующих видео занятиях вы подробно остановимся на создании ваших будущих героев, для чего их необходимо нарисовать и сколько понадобится видов для каждого персонажа. А на сегодня все. Пока-пока.